Всем привет, меня зовут Лена, я представляю компанию Heads & Hands. Мы занимаемся разработкой мобильных приложений. И в том числе полным циклом создания мобильных приложений с нуля. То есть это дизайн, прототипирование. И сегодня я хотела бы рассказать о таком, казалось бы, модном термине, как growth hacking, как оно применяется непосредственно в разработке и что это на самом деле и за что growth hacking не стоит принимать. Начнем с простого. Любой проект по разработке мобильного приложения начинается примерно так. В принципе, это можно применить к любому продукту с момента его создания, с момента появления идеи. Вначале есть базовая какая-то идея, которая приходит, она какая-то интересная. Вы видите, что на рынке такой идеи нет, вы думаете, как ее воплотить. Идея обрастает функционалом. То есть мы должны допилить туда дополнительные фишки, ввести что-то новое. Очень-очень много дополнительных идей. Получается, функционал растет просто в геометрической прогрессии. После чего вы приходите обычно в студию разработки, если это приложение. Разработка занимает безумно много времени, потому что функционал — это не только первоначальная идея, но еще и много всего дополнительного. Выходит первый релиз. Что же происходит дальше? Вы продумали только вот этот вот первый этап, и наступает боль, потому что что делать с проектом дальше, непонятно. Мы готовились только к первому релизу. На самом деле, по моей практике, действительно так происходит в большинстве случаев. Все думают о том, как бы выпустить побыстрее, но не думают о том, что же нужно делать после того, как вы запустили приложение. К чему все это? К тому, что первый релиз — это только начало проекта, любого проекта по разработке, любого продукта. Не стоит на этом останавливаться. Я начну, пожалуй, с примеров, из нашей практики, потому что, например, говорить легче. Был у нас проект, наверное, все знают это приложение, Зака-Зака. В принципе, это аналог Delivery Club и его прямой конкурент. На тот момент, когда Зака-Зака к нам пришли, это было три года назад, это был стартап, у которого был маленький сайт. Все, приложения не было, они хотели выйти на мобильный рынок. Задача стояла простая — создать самое удобное приложение по доставке еды из ресторана. Соответственно, была какая-то первичная аналитика. Мы смотрели конкурентов вместе с заказчиком, предлагали идеи, внедряли какой-то базовый функционал. Что получилось? На первой итерации. Да, получилось приложение, им стали пользоваться, появилась собственная лояльная аудитория, даже количество покупок, совершенных через приложение, на 30% превысило через сайт покупки. Для первой итерации хорошо. Мы потом задумались о том, что же стоит делать, чтобы улучшать. Протестировали, посмотрели, что работает, что не работает, какой функционал действительно использовали, какой нет. Появился целый новый набор идей. И как же мы улучшали приложение? На самом деле мы поняли, что легче создать приложение с нуля заново, чем улучшать его после этой итерации, потому что… А цифрами не поделитесь? Цифрами по поводу чего конкретно? Какие-то измеримые показатели? Да, измеримые. Смотрите, измеримые я назвала только что, что у них 30% заказов пошло сразу через мобильное приложение, и это для них была на тот момент очень ощутимая цифра. Вот мы на тот момент ориентировались именно этим показателем. То есть они с веба стали… Ну, аудитория стала переходить в мобайл. Для нас на том этапе было важно только это. Соответственно, новый набор идей. Почему мы решили, что легче сделать приложение заново? Потому что почти весь функционал, который был введен на первом этапе, он не пригодился. Пригодился только базовый заказ еды. Ну, там выбрать пиццу, нажать доставку, сделать заказ и все. Соответственно, мы решили, что вместо того, чтобы делать приложение, вот так вот делать опять долгий-долгий релиз, мы будем выпускать новое приложение мелкими итерациями. Вначале мы, естественно, поменяли дизайн, мы сделали новый прототип, но потом все улучшения, которые мы вводили, дальше будет, если что более конкретно, все улучшения, которые мы вводили, мы вводили мелкими этапами. То есть не так, что вы запустили проект и следующий релиз через год опять же, а то, что мы каждые несколько месяцев запускали какие-то новые фишки. Собственно, что мы делали? Первое. Самый болезненный шаг для пользователей в любом приложении это всегда регистрация. Люди не хотят регистрироваться. Если видят, что для того, чтобы что-то сделать, нужно зарегистрироваться, они просто уходят. Мы этот шаг пропустили, ввели его только… Ну, как бы вы делаете первый раз заказ с телефона, автоматически регистрируетесь в приложении. Увеличились заказы с телефона. Дальше. Да. Мы анализировали приложение, которое было уже сделано, ну, на тот первый релиз, да, мы анализировали его, и как раз то, что пользователям предлагали зарегистрироваться, устанавливали, но после установки они не конвертировались дальше. Мы решили, что это за счет регистрации, а потом подтвердилась, ну, как бы теория подтвердилась практикой, мы поменяли элементы. Это Зака, это не мы. Соответственно… Нет, у нас была внутренняя аналитика на тот момент скорее по тому, на что кликают в приложении, на что переходят, каким функционалом пользуются. У вас аналитик не было? Нет. На тот момент не было. На тот момент не было. На первом релизе не было, вот здесь мы все ввели. Просто вот второй релиз, о котором я рассказываю, это то, что вводилось два года постепенно мелкими итерациями. Сейчас диплинки, естественно, там уже есть. Второй вариант. Там был доступен такой маленький нюанс, как расшарить друзьям приглашение в приложение и, собственно, все. Это было на первом релизе, оно не работало, никто действительно не делился ссылками на приложение. Это всегда тоже очень болезненный шаг, потому что пользователи не шарят что-то просто так. В итоге мы стали просто предлагать им бонусные баллы за то, чтобы сделали шаринг, получили бонусные баллы и смогли потратить на бесплатную пиццу, грубо говоря. Естественно, приложения стали шарить гораздо больше ссылки на него, стало больше прироста аудитории. Локацию мы сделали как ключевой параметр. Почему мы все начинаем с экрана локации, это уже по отзывам пользователей в сторах. Пользователи, мы анализировали комментарии, естественно, пользователи писали, что вот, нам не хватает именно этого, поэтому мы сделали фокус на локацию. И еще дополнительно, что мы ввели, раньше этого не было, это то, что локацию можно менять, она не просто по геолокации определяется, то, что вы можете менять самостоятельно. На начале этого не было, ругани было очень много на самом деле. И ввели такую забавную фишку, Spotlight и Google Now. На самом деле для нас это было, мы на тот момент одни из первых это протестировали, ввели, когда оно только появилось. Что это значит? Это когда у вас не открыто даже приложение, на экране просто мобильного телефона в поиске вы можете ввести запрос, там, пицца такая, это вас переведет сразу в приложение, на экран заказа пиццы, то есть вам не надо заходить в приложение, чтобы что-то найти. У вас, в принципе, все интегрировано уже в телефон. И, ну, да, в приложение мы первыми внедрили Apple Pay, но сейчас это уже не так актуально. Собственно, к чему я веду? Я отвечу в любом случае обязательно. Собственно, к чему я все это веду? К тому, что гроус-хакинг, вот этот вот модный термин, который возник в Силиконовой долине, как говорят, в 2010 году, на самом деле термин появился, точнее, термин появился в 2010, а сам принцип появился довольно давно. Это не что-то новое, это просто та методика, когда вы постоянно тестируете в процессе что-то, постоянно вносите правки и действуете не длинным планированием, а вот такими маленькими итерациями. Почему здесь написано Better Fail Fast? Это как раз основная фишка принципа гроус-хакинга, то, что каждая ваша маленькая итерация, даже если она провальная, даже если вы придумали что-то, что не выстрелит на рынке, вы попробуете это сразу, отметете, и если действительно не прошло, вы просто в планирование в план ставить не будете, а замените чем-то другим. Собственно, мы для себя это поняли, что гораздо лучше руководствоваться вот этим, казалось бы, очень простым принципом при создании мобильных приложений, потому что тогда можно гораздо более качественные продукты выпускать быстрее. Перейдем ко второму примеру практически вот сейчас. Единственное, расскажу про то, чем отличается гроус-хакинг от маркетинга. Казалось бы, что первоначально гроус-хакинг это просто маркетинговые какие-то, ну я даже не знаю, функции, когда вы можете там работать с отзывами, смотреть на реакцию аудитории. Гроус-хакинг это чуть-чуть другое, это все время про инновации, про какие-то новинки. Вам нужно придумывать, грубо говоря, решения, которых никто до вас еще не придумывал или не вводил, и быть постоянно на пике технологического стека, то есть постоянно новые технологии, это драйвер вот как бы гроус-хакинга. На примерах будет проще. Одно из таких тоже наших знаковых приложений это Sportlife, приложение для сети фитнес-клубов в Санкт-Петербурге, только у нас в городе как бы есть, но сеть очень большая. Когда они к нам пришли, у них стояла простая задача, казалось бы, создать приложение для клиентов, но такое, которого ни у кого нет. На тот момент уже было несколько, ну там, по-моему, пять приложений в Санкт-Петербурге для фитнес-клубов, и нам сказали, надо сделать что-то, чего еще не делали. Собственно, к чему мы пришли в итоге? Мы решили создать приложение для фитнес-клуба как социальную сеть. То есть каждый член клуба, зайдя в приложение, попадает в такую закрытую социальную сеть для клиентов клуба, где он может пообщаться, поставить там рейтинги тренером, поставить, ну там, запланировать какие-то мероприятия совместные с другими участниками, сходить вместе на какое-то мероприятие, посмотреть свою статистику, ну очень много всего, но главное то, что это была социальная сеть действительно. Что сработало очень смешно на самом деле, и какие отзывы нам писали, люди находили друг друга через эту социальную сеть. То есть они вот там регистрировались в приложении, видели, что внезапно друзья из далекого прошлого тоже сидят, ну ходят в этот фитнес-клуб, находили их обратно в соцсетях, начинали общаться. То есть, ну как бы действительно, как социальная сеть очень хорошо сработала. Мы ввели на первоначальном этапе очень большой блок функционала, там были расписания, и вот рейтинг тренеров можно было ставить, очень много всего, половина из этих идей в первом релизе не сработала. Ну то есть они были, они как бы условно рабочие, но никто ими не пользовался. Один из таких функционалов, это как раз рейтинг тренеров, почему-то тренером не ставили оценки после тренировок. И второй, это создание мероприятий. То есть была такая фишка, что можно было прийти в клуб, заранее запланировав там, если свободный зал, создать свое мероприятие, допустим, там занятие йогой, и прийти туда с друзьями позаниматься. Никто этим не пользовался, соответственно, отклика не было. Мы решили это убрать. Смотрите, по времени сколько заняла первая итерация. На самом деле это действительно очень много, но тут, наверное, потому что мы еще совместно со Спортлайфом очень много аналитики на первом этапе делали. Как было дальше? Проанализировав именно взаимодействие пользователей с приложением и поспрашивав клиентов еще, которые именно интервью проводили и в сети, и проводили в личном общении, мы поняли, что нужно еще что-то менять. Мы убрали лишний функционал, вот тот, который не сработал в первой итерации и стали добавлять очень много маленьких фишек вот как раз мелкими релизами. То есть приложение обдейтится, грубо говоря, каждый месяц по чуть-чуть. Что мы ввели? Мы ввели очень подробную статистику. На самом деле, то есть там не только статистика посещений, там еще дополнительно статистика по тому, как там колеблется вес, статистика именно похода на определенные занятия. Мы ввели настройки приватности, о которых вообще не подумали в первом релизе. Казалось бы, странно, ведь социальная сеть, нужно вводить подробные настройки приватности. Ввели только во втором релизе, там можно было, собственно, сделать так, чтобы либо только ваше посещение было видно, либо только ваш профиль вообще в целом, либо статистика полностью, либо только открыта соцсеть для взаимодействия с людьми. Ну, там очень много таких моментов. На первый релиз приложения, когда мы выпустили, у него не было вообще аналогов в Санкт-Петербурге и на самом деле в России. То есть вот эта социальная сеть, она была такая единственная. За счет этого уже тогда на приложение стали обращать внимание, приходить новые клиенты. Сейчас, что я могу сказать, сейчас никто не пользуется практически сайтом. Все пользователи Sportlife просто ушли в приложение, ну и опять же мы это приложение совершенствуем действительно каждый месяц по чуть-чуть вместе с клиентом, придумывая какие-то вот разные мелкие фишки. Казалось бы, все просто. Вот о чем я сейчас говорю, это действительно прописные истины, что нельзя все, ну не нужно все упихивать в один релиз, надо постоянно улучшать свой продукт, лучше 10 апдейтов маленьких, чем один большой, и надо все время проверять свои гипотезы на одной операции, ну то есть вот что сработает, что не сработает. Казалось бы, все просто, но не всегда. Есть у нас еще один такой проект, он запустился только в конце прошлого года, в декабре iGoods. Очень удобное, на мой взгляд, приложение. Компания занимается доставкой продуктов на дом из магазинов, из супермаркетов на экологичных скутерах. Собственно, нам нужно было просто создать мобильную версию этого проекта. Мы, казалось бы, продумали все. У нас даже на один дизайн ушло, по-моему, в районе пяти месяцев с согласованием, потому что мы действительно очень долго пилили этот продукт. Но как бы сейчас вот он выглядит вот так, и когда мы его запустили, сразу же после первого, буквально захода первого пользователя в приложение появился первый комментарий о том, а почему нет оплаты через мобильное приложение. Вот банально казалось бы, мы решили все, придумали все, внедрили все, но забыли про мобильную оплату. И если бы мы дожидались следующего релиза, то это было бы еще несколько месяцев, кроме оплаты через мобильное приложение, мы бы добавили, конечно, туда еще новых функций, но тогда пользователи, которые бы действительно заказывали только за счет того, что можно оплачивать и так удобнее, они бы просто ушли. Поэтому мы сразу после релиза, как только возникла такая ситуация, мы сразу же запилили микроапдейт, и как бы негативные отзывы ушли на второй план. Соответственно, в чем же основная проблема? Всегда, когда мы думаем только о первом релизе и дальше, в том, что все вот эти идеи, о которых я рассказываю, они очевидны, казалось бы, но когда вы пилите что-то свое, вам действительно нужно об этом напоминать каждый раз себе, прежде всего, потому что для каждого продукта все кажется вначале нужным и хорошим, а не все нужно запиливать в первый релиз на самом деле. Хороший продукт продвигает сам себя, да, это действительно так и есть, но для этого нужно вначале сделать продукт хорошим какой-то одной фишкой, чем-то запоминающимся, а потом уже наращивать функционал. И, собственно, о чем я говорила, абстрактно все тезисы очевидны, но применение к своему проекту требует постоянного напоминания. Что бы я еще посоветовала, это если вы вот после первого релиза чем стоит заниматься, это как раз хади-циклы. Все в курсе, что это такое? Если нет, я чуть-чуть подробнее расскажу. Кто-нибудь кивните, кто знает, или руку поднимите. Вот практически все. Хади-циклы, ну я кратенько тогда расскажу, это в принципе акселератор фри применяет этот принцип, это просто тестирование гипотез. Когда вы на каждой итерации какую-то гипотезу одну тестируете, проверяете и после ее уже анализа думаете, надо ли ее внедрять или нет полноценно. Главное тут не тестировать сразу две гипотезы или не тестировать одну гипотезу с двумя какими-то новыми вещами. Например, если вы хотите проверить, если вы вводите, например, мобильную оплату, вводите еще дополнительно, там изменили просто главный экран приложения, тогда вы за счет вот этих двух сразу введений вы не сможете понять, что именно отторгает пользователь, если они из-за какой-то из этих двух фишек просто ушли из приложения. Ну и соответственно, growth hacking, подводя ко всему этому, это просто инвестирование в долгосрочные проекты, именно в проекты на перспективу. Поэтому не живите первым релизом и думайте на перспективу. У меня все. Первоначально спортлайф был как раз тем проектом, который хотел все. Ну то есть как можно больше всего в одном приложении, тогда мы будем самыми лучшими. Ну то есть вот была такая идея. Поэтому мы посмотрели, просто пообщались с тренерами дополнительно, что им может быть нужно, потому что они тоже пользуются приложением. Пообщались с клиентами клуба, посмотрели, что им может потребоваться и собрали все в кучку. Соответственно, вот эта вот большая кучка и получилась первым релизом с вот этим вот большим-большим количеством функционала. А потом по факту оказалось, что несмотря на то, что люди говорят, да, это клево, мы бы это использовали, никто потом не пользуется теми же созданиями мероприятий. Либо рейтингом тренеров. Казалось бы, очень странно, потому что, ну, посмотрев там, кликнув, у кого из тренеров выше рейтинг, да, вы скорее к нему на тренировку запишетесь. Но нет, никто этим не пользовался. Ставили рейтинги только как раз другим пользователям клуба о том, что вот, я его вижу, он клевый, он со мной занимается, он чаще ходит, я ему рейтинг поставлю, а вот с тренером нет. Поэтому мы стали убирать функционал, который просто не нужен и не пользовался. Мы проверяем вот как раз на мелких релизах. То есть мы выпускаем мелкий релиз. Если идет хороший фидбэк, то как бы, либо вообще фидбэк идет, тогда мы уже дальше в этот функционал вкладываемся. Если нет, то мы его убираем. Ну, то есть вот так, мы именно мелкими такими апдейтами, итерациями так и проверяем. Вот еще вопрос. Вот вы здесь по поведению, что идет память, итерациями, и в каждом ваших проектах, даже в последнем, все время первый риск очень большой. Мы просто говорим, что даже дизайнер риска. Да, да. Я думаю... Мы так уже начали делать на некоторых проектах. Не все, конечно, клиенты сразу на это соглашаются. Поэтому, вот, как, например, с iGoods'ом было, почему там был длинный первый релиз? Потому что они сказали, давайте мы первый релиз делаем большим, а вот потом уже будем мелкими. Ну, то есть вот как бы они были готовы, но не с самого начала. Вот. Сейчас мы стараемся как бы побольше, ну, обучать клиентов, что лучше, наверное, проверить базовую идею. Если она не сработает, может быть, повернуть в другую сторону. Но, к сожалению, пока сейчас не все видят, но по опыту просто все больше таких людей, которые слушают, действительно, слушаются. Вот, ну, как минимум, из текущих проектов пять уже так работают. Да. Меняется постепенно, да. Но не сразу. Да. Я уже спрашивал до доклада, вот, модель монетизации у вас какая с клиентами? Когда приходит не стартап, а именно большая какая-нибудь компания, там, сеть бизнес-клубов, вы им выставляете счет, они, условно, платят вам, значит, с разработки, или вы, там, хотите какой-то процент от прибыли? Просто, скорее всего, я закончу вопрос, вот это происходит так, потому что вы хотите, там, выставляете им счет. Получается, и вам выгодно как можно больше их забилить, как можно больше работы посчитать. И, с другой стороны, вам нет особого смысла и мотивации сделать продукт, как бы, выигрышным. Если бы у вас была модель, когда вы берете процент какой-то за дохода, там, участие в компании получаете, то ваш бы интерес сильно вырос, и, скорее всего, вы бы убедили любого клиента, там, пять месяцев работы не тратить, а попробовать заделиться за месяц и посмотреть на обратную связь. Ну, на самом деле, так иногда у нас в компании случается, иногда мы работаем и по, ну, как бы, и тайминг материал по часам, да, иногда у нас есть фиксированная ставка, иногда мы вкладываемся вот именно, как бы, в развитие приложения. Модели работают разные, тут дело не в мотивации, скорее, да, что у нас не хватает мотивации для того, чтобы вот пилить сразу хорошо. Скорее в том, что… Наоборот, не надо пилить сразу хорошо. Или пилить сразу плохо, да. Пилить сразу. Ну, понимаете, тут, скорее, все зависит, на самом деле, от клиента. Просто, когда клиент приходит и говорит, что тебе нужно, ну, за три месяца сделать, и вот все, никак иначе, тогда мы стараемся сказать, что вот, ну, мы сможем за три месяца сделать вот это, а если захочется что-то еще свыше, то тогда уже не сейчас, потому что не успеем. Очень часто мы просто от сроков, с которыми приходит клиент, ориентируемся, потому что, ну, если вопросов больше нет, то меня потом можно будет еще поймать. Спасибо.